Приветствую вас, уважаемые телезрители! Мы вновь в урочище Благовщина у мемориального комплекса Тростенца. Часто и уже привычно для слуха говорят, что смерть примеряет живущих. И это действительно так. Вот и 25 июня мы, такие разные, от социального статуса до личных убеждений и мировоззрений, участвовали в событии, которые можно назвать вселенским. Не по масштабу, а по сути. Многие из нас встретились с прошлым и сделали правильный шаг в будущее. Мы встретились со смертью, чтобы продолжить жить. И сердце, вспоминая трагедию Тростенца, невольно вспоминает страшную картину мира без Бога. Тогда злоба дошла до крайнего своего состояния. Она воплотилась в миллионы неповинных смертей. Время, говорят, лечит. Но оно, как мох, часто засилает с собой все и сравнивает с землей, уводит в забывение. Но не нас. События и прошлые знаковые в Тростенце и совсем недавние, которые собирало нас здесь. Это события, это события, уверенно, можно назвать примирением. И в значении слова «мир» как прощение и утешение. И в значении «мир» как согласие. Уроки истории мы изучаем. Но как нам, сидящим на мягких диванах и пьющим кофе с шоколадными конфетами по утрам, одевающимся в теплое пальто и шубы, как нам понять тех, кто истощенный голодом и изможденный трудом ждал смерти даже не каждый день и не каждый час, а каждую минуту. Как нам понять тех, кто вместе со своими детьми шел на расстрел, что творилось в их душе, что они говорили своим детям. Человек убивал человека. Один возомнил себя достойным жизни, а другого обозвал недочеловеком. Он убивал, не дрогнув душой, и шел слушать музыку, пить кофе или играться с котенком. Наш ум и дух молчит. У нас даже недостаточно воображения, чтобы представить происходившее здесь более 74 лет тому назад. Здесь, в урочище под названием Благовщина. И это тоже часть того урока истории, который мы должны были бы усвоить. Это урок свободы человеческого выбора, о которой так много говорит мир сегодня. Жертвы нацистов можно назвать мучениками, «Но свидетельствующими не о Христе, а об ужасе мира без Христа, о том, до какой степени может изуродовать свое богоподобие человек. И это свидетельство есть своего рода проповедь и заповедь нам, потомкам». Мы молимся о погибших, потому что они наш род, и мы вместе составляем единый народ. Мы молимся, чтобы сказать, что мы разумные сыновья и дочери, и поняли этот страшный урок. Историческая память объединяет людей. Не только на глобальном уровне объединяет в нацию, но историческая память объединяет людей и на повседневном уровне. И если с немецкой стороны сохранились архивные списки депортированных евреев, то мы, белорусы, можем в качестве доказательства предоставить лишь толщину пепла. Архивы сожжены при отступлении. Свидетелей уже нет. Поэтому наш президент на открытии мемориала призвал всех жителей Белоруссии помочь создать Народную книгу памяти. Что можно здесь сказать? Давайте поднимем семейные воспоминания, поищем. Давайте будем у других народов перенимать лучшее. У немцев аккуратность и точность. У евреев верносемейной традиции. Они собирают и передают знания о роде из поколения в поколение. Мы все, белорусы, евреи, русские, немцы, мы обязаны свидетельствовать, что сотни тысяч погибших в Тростенце стали частью совместной трагической истории Европы и Белоруссии. В нелицеприятной правде геноцида славян и Холокоста. Мы скорбим об уничтожении евреев, но мы плачем и по своему народу. Вдумайтесь, цифра – каждый третий погибший. Эта цифра отражает сущность нацистских планов относительно местного населения. Таким образом, сегодня Тростенецкий мемориал предлагает новые точки соприкосновения и открывает новые горизонты для исследования и совместных проектов. Нам всем необходимо говорить правду, а не перетягивать канат ни в цифрах погибших, ни в их национальностях, ни в мере их страданий, ни в мере вины за злодеяния. Только реальные исторические факты, только взаимная уважительная память о всех погибших, как братьях и сестрах, в общечеловеческом плане может сформировать новую глобальную культуру памяти. Памяти, которая будет объединять людей многих стран и жертв, и палачей в жуткой правде, чтобы не повторять ее. В противном случае Тростенец, призванный возвыситься над национальными интересами, может превратиться в ярмарку тщеславия, в поле сражения за право называться самым пострадавшим и униженным. И тогда, не дай бог, вместо противоядия фашизму он предложит питательную среду для его возрождения. Мемориал Тростенец становится сакральным центром новой культурной идентичности белорусов. Он закладывает метафизические основы будущих международных коммуникаций. Он становится территорией трансформации сознания и примирения. И если раньше это место лишь навевало подсознательный ужас, и человек ощущал себя в ряду обреченных, то теперь мемориал заставляет пережить катарсис. Он соединяет смертный страх с волей к жизни и приводит к пониманию личной ответственности за все происходящее в этом мире. Подводя итог нашему путешествию по мемориальному комплексу, можно сказать, что Беларусь и Европа создали общее пространство памяти. Эта общность держится на смирении и стремлении к созиданию, на признании права каждого народа оплакивать свои жертвы и осознавать меру своей вины. И главное – тростенец является знаком для других. Мы пережили, мы выжили, мы простили. И теперь мы вносим свой посильный вклад в установление мира на земле. Мы сильны духом. Наша сила в нашей традиции памяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин